Здесь я просто делал то, что умел делать Это третья, заключительная часть выпуска про возмещение ущерба от паводков Первая была из СКО, вторая из Костанайской области, теперь перемещаемся в Акмолинскую, туда отправилась на Зенгуль Жители нескольких поселков близ города Державинск, которые тоже пострадали от паводков Очень просили приехать и показать нынешнюю ситуацию с оценкой их имущества По дороге в этот регион сердце уже обливалось кровью Вы только посмотрите, какая здесь дорога Ее не показать мы просто не могли Жители говорят, что именно участок дороги от Державинска всегда был в таком плачевном состоянии Было такое, что она была нормальной? Хорошей? Да, не было ее Никогда? Во сколько лет вы живете в Державинске? От местной Державинске А, местной? И вот всегда такая Ну вот такая была, асфальт старый был просто Ну в дырках, да? Да А вот это вот то, что... Решили ее просто лучше сделать и не получилось Короче А давно они так решили? Чего? Сделать ее лучше Блин, уже года 4, наверное То есть вот этот вот глина или песок постоянно вот так стоит? Да, засыпает, катает, что-то пытается Про эту дорогу мы обязательно спросим у Акима Жиркаинского района Кстати, по приезду в регион в первую очередь наша съемочная группа решила сразу дать о себе знать и зашла в Акимат Мы пришли к Акиму Жиркаинского района Как с ним можно побеседовать? На данный момент сейчас идет ВКС онлайн Вот он сейчас в окном зале Если вы подождете Хорошо А можно его пресс-секретаря или руководителя аппарата? Кто сможет с журналистами пообщаться? Сейчас я вам позвоню Спасибо большое Можно, да? Благодарю Пока у Акима ВКС, то есть видеоконференц-связь к нам, очень оперативно вышла его заместитель Она записала контакты на Замгуль и пообещала перезвонить, как только он освободится А пока они отправляются в поселок Пригородный к пострадавшим от паводков жителям Их не устраивает оценка дома и имущества Так всю технику и мебель им посчитали по цене бэушных товаров Но покупать-то им новые У нас даже и вот акты, которые на руках нам дали, имущество, оценка имущества И там прям фотографии с АЛХ, АКТАУ, АКТУБЕ Вот прям на фотографиях там есть, где брать материал Оценки с 2020 года взяты там даже АЛХ, да Чтобы это вот такие мы взяли за такую цену и такие расценки Вот 20 тысяч, 30 тысяч, да Шкаф, у меня шкаф-купе за 180 тысяч они оценили в 30 Шкаф-купе, у всех абсолютно так Реально? Реально? Шкаф 30 тысяч Еще рекламу за 17-й год, понимаете? Вот, кровати, видите? Кровати 30 тысяч оценили Да, вы понимаете? Я говорю, это мы куда поедем? В какой Степногорск? По годам посмотрим, за какие годы они берут это Они вот просто выкидывают то, что она 2022 год, 2023, 2016 даже Да, 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 да А вот моя мебель, ну она правда в грязи, стояла по окна вода Но диван новый, шкаф-купе, прихожая Вот это все мы закупали, как говорится, ну точно не по этим ценам Вы понимаете? Кухонная зона 110 тысяч, она 15 тысяч у нас Холодильник 15 тысяч У вас, говорит, испорченный товар Ну как, испорченная мебель уже, говорит, бэушная Я говорю, ну она же была новая Мы просим посчитать нам ущерб А не давать вот эти по 20 тысяч Саулыкса, что мы должны где-то Где-то доставать в какие-то города ехать Брать газель и ехать У нас дом 184 квадрата Жилой площади, оценили ремонт нам Миллион триста шестьдесят По имуществу оценили нам В девятьсот сорок шесть тысяч Но сказали, выплачивать будет только 150 МРП, это 558 Или 553 тысячи Это за имущество, да? За имущество, да А вот по ремонту мы вообще не согласны На миллион триста что я сделаю? Квадратура почти двести квадратов Что можно там сделать на эти деньги? Вы сейчас где живете? С кем живете? Сейчас я живу на ферме На ферме? На ферме У нас своя ферма Держим скот, там мы и живем Потому что у нас вот здесь три дома Родственники живут Один дом вообще развалился Один признали аварийным А вот где мы жили Вот все утонуло, все потонуло Ничего не спасли Не спасли, вообще ничего не спасли Все развалилось Дети с вами на ферме живут? Дети с нами на ферме живут Бабушку, пенсионерку 76 лет Отправили в Астану к родственникам Две недели с нами она жила Тоже там на ферме Потом отправили ее отсюда У нас по техпаспорту площадь 76 квадратных метров Общая Нам оценили в миллион 8 311 Вода стояла метр тридцать Две недели в доме вода стояла По оценке дома мы не согласны Имущество у нас тоже в 150 мрп оценено Мы понимаем, что мы туда уже больше не перепрыгнем Но по ремонту дома Допустим, то что он считал Он считал только 40 квадратов Только жилые комнаты То есть туалет, ванна, прихожка Мы, значит, там не живем, там не пользуемся И не ходим туда Его не считали? Не считали, да Тут же элементарно Утеплитель, декор-панель Что это все надо снимать Это все надо сушить Надо в четырех комнатах взрывать полы деревянные В акте посчитано 7 квадратных метров досок на полы И вот мы думаем, куда мы эти доски будем прибивать Для красоты, наверное, куда-то Я говорю, почему ты не считаешь наружные работы Потому что дом был в воде Он на это мне ничего не ответил А когда приходил оценивать Я говорю, что пойдем теперь на улицу смотреть То, что на улице где-то Посадом Да, да, да Он сказал, это не надо Это не надо Приехала бригада Когда вот после визита Акима района нашего Приехала бригада С Астаны ребята Посмотреть наши дома Ремонт Зашли, посмотрели Вот лично у меня Они зашли, посмотрели Но мы уже начали делать ремонт Я не скрываю Мы уже начали сами его делать Они зашли, посмотрели Смету Посмотрели в электронном виде Смету И эти ребята Строительная бригада Тут же уехала Она отказалась Потому что она посмотрела Расценку работы Они тут же уехали Они не стали браться за эту работу Можно оценку чью-то Посмотреть Там наверняка написано Во сколько они оценивают работу Работников Да, есть такая Вот у меня Вот он здесь Расписывает все Вот, например, полы Общая сумма Затраты на труд рабочих 93 тысячи Так, а это только Чтобы по полы постели Это только полы, да Вот затраты Вот Это вот общая сумма у меня Вот мне нужна общая Затраты 447 тысяч 767 тенге Полностью Полы Стены у меня Гипсокартоном обшиты Гипсокартон заменить Поклейка обоев Дезинфекция Это все вот в эту сумму входит Так, давайте Возьмем калькулятор Все сделаем на месте 487 тысяч 767 тенге Сколько у вас квадратов? 76 Делим на 76 квадратов По 6417 тенге За квадрат Посчитал оценщик Работу рабочим Да Ну, сейчас Надо по регионам Помониторить Просто вот за Астану скажу В Астане сейчас Чтобы заказать рабочих И провести ремонт Минимум за квадрат считают 30 тысяч тенге Таких цен даже не найдешь 40 тысяч 30-40 тысяч тенге За квадратный метр Давайте посмотрим Почем вам линолеум Почем вам обои посчитали Это тоже интересно Доска Доска 7 квадратов По 2827 21 тысяч 2627 тенге Мне на доске На пол 7 квадратов Если у меня В 40 квадратах Деревянные полы Соответственно Все полностью Были под водой Так, а обои? Установка дверей Например 6301 тенге Установка У нас установка Стоит от 10 до 15 тысяч Тенге Дверь 20902 тенге Здесь мы не купим У нас 45 тысяч Минимум Дверной Внутренней С декоративной Облицовкой То есть В общем Полотно двери И все Вот эти Облицовочка Они вам посчитали В 20 тысяч тенге Я уже говорила ранее Что минимум 65 Это только полотно двери Мы и то не просим Шикарные Обычные двери Вот обои здесь у меня Вот оклейка У вас Об вас линолем? Нет Это обои Вот мы к обоям перешли За квадратный метр Или за рулон? За квадратный метр 960 метр А вам посчитали У нас тоже 967 тенге За квадратный метр У меня плитка Напольная Вода зашла Первые дни Мороз ночью был Она в мелкую Паутинку треснула Он когда пришел На оценку Он сказал Что плитка под замену Здесь не слово о плитке Я ему задала вопрос На что он мне ответил Это была вам рекомендация Ну то есть он нам рекомендует И ее заменить За свой счет, да? Я говорю Я сама могу Сказать вам рекомендации Что мне нужно заменить За свой счет имел ввиду? Да Какой классный оценки На ружки здесь Ну вообще Так же он вышел И сказал Что мне фундамент У меня чуть-чуть отошел Нужно тоже выложить кирпичом Ни слова Это тоже рекомендация Это вам рекомендация У всех разные цены Слушайте Ну давайте тогда позвоним оценщику Восемь, три семерки Двадцать один Как его Кадырбек? Кадырбек О, дозвонились Алло Алло, Кадырбек, здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Назамгуль Я журналист Ютуб-канала обожаю Наш разговор записывается Скажите, пожалуйста Я сейчас нахожусь В Державинске В пригородном Сюда вот Встречилась с жителями Они недовольны Вашей оценкой Как можно с вами встретиться И предметно поговорить По каждому пункту Оценки вашей Ну я не могу сейчас Я сейчас на выезде Но вы находитесь в пригородном? Нет, нет, нет А где вы находитесь? Я выехал Я на западе На западе? Угу Понятно Скажите, пожалуйста Вот люди здесь возмущены оценкой Вы оцениваете ремонт В 76 квадратов В 900 тысяч тенге Угу Вот как вы руководствовались этим? Можно узнать? По какой формуле Оргоритму работали? Нет, нет, нет Формуле никакой Я вообще смотрел По факту ущерба На момент обследования Так Такой ущерб есть Такой я и обследовал И потом На основании ущерба Я Делал Дефектный акт И потом На основании этого дефектного акта Нет Ну вот Делал Сейчас Нет Понятно А где вы брали эти цены? Цифры эти Где брали? Так как Цифры где вы брали? Вот, например Вы Даете 900 тысяч На ремонт 76 квадратных Квадрата Дом Нет Это не ремонт Это ущерб Ущерб это Не ремонт Это идет Ну Они же расценивают Это как Ну То есть Эту сумму же им будут возмещать Понимаете? Ну да Но по факту ущерба По факту ущерба А не ремонта Да А не ремонта Но они же будут на эти деньги делать ремонт Правильно? Ремонт Ремонт Наверное Я по факту ущерба Который ущерб причинен был Я и по нему Я выше не могу сделать А ремонт Это их Там Я не знаю Вопросы Хорошо Кадребек Вопрос такой Вот вы считаете В смете Мы сейчас ее разбираем С жителями Вы считаете Работу Работу рабочих В 487 тысяч Вы В смете Закладываете 487 тысяч Тенге За работу Работу рабочим Да Мы поделили эту сумму Я просто забиваю Эти программы Ну вы же оценщик Вы понимаете что Я же не виноват Что например Работа Программа считает Вас оценивать В такой же работе Это не ко мне Хорошо Что за программа Как называется АБС АБС4 Кто ее создатель Кто ее создатель Ну я не знаю Она казахстанская Да Ну вот вы смотрите Вы же оценщик У вас есть лицензия Вы по ней работаете Вы людям Даете документы По которым Им будут Возмещать Правильно Да Но вы Сами согласны Что сейчас За 6 тысяч За квадрат Никто ремонт Не делает Ну это программа Считает Я не считаю Я не могу По факту работ Например Которые они оценивают Державенские цены Да Там есть 5 тысяч Которые за стяжку Заливают Ну 5 тысяч Рыночная цена Как бы Я не знаю Я не регулирую Эти цены А кто забивает В программу Эти все цифры Сметчики Сметчики А чьи сметчики Ну у меня В этот Есть сметчики Да Это ваши сметчики Ну да Они же ваши сметчики Они работники Вашей компании Правильно Да А где они взяли Такие цены Ну согласно АБС Они задевают Объемы И автоматически Сметы считают А какого года Программа Это ваша АБС 24 года 24 года От редакции 24 года У этой программы Есть лицензия Разрешение Пользоваться Да От государства Ну да 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 Все Останавливаются И вы сейчас По этой АБС Считаете Всем регионом Где потопы Да Да Ну я всем не считаю Я вот пока Конкретно Держание Не посчитал Ну вы же еще В Западный Казахстан Уехали Ну я же не считаю Покажи А в Западном Казахстане Вы по другому считаете Нет Я там техобследование провожу Просто техобследование На аварийность или нет Понятно Вот скажите Скажите Вот вы считаете Обои За квадратный метр Там 900 чем-то 967 тенге Обои Таких цен же нет вообще За один квадратный метр За один квадратный метр Ну вы умножите Вот это Вот в один квадратный метр 900 Сколько там Я сейчас Ну 390 тенге Умножьте на 10 тенге 3900 Ну вот у кого-то Вы считаете Бумажные обои 390 тенге За квадратный метр Покажи У меня также У меня 360 Бумажные обои За квадратный метр Ну, а таких цен же нет вообще, на рынке даже. Где вы их берете? Им на OLX покупают бушные обои? Я не знаю, эта программа считает, я против программы ничего не могу. Я же не могу же в державинские цены, например, или куда-нибудь в магазин пойти и рисовать оттуда цены. Хорошо, последний вопрос. Вот у жителей пригородного в оценке есть фотографии мебели с OLX? Ну, это не ко мне, я не имущество. А, это другие оценщики, это не вы, да? Вы только чисто за ремонт сделали? Да, да. Хорошо, скажите, вы сколько квадратов считали за ремонт, вообще в целом ремонт вместе с материалом за квадрат? Сколько вы брали сумму? Не понял. Какую сумму вы брали за квадрат на ремонт домов? Вместе с материалом совсем, вот, за ремонт домов. Ну, что написано, смете, смете, вот там, и все, и вышло. А вы не помните сами, вы же оценщик, вы тут сколько домов обошли? 170 домов. Я не понял вопрос, я не понял вопрос. За квадрат. Как вы считаете, сколько, сколько за квадрат вы считали за ремонт дома? Оплаты вместе с материалом. Вместе с материалом в целом? Нет, я же, объем, я же и говорю, что там есть дефектный акт, я на основании этого дефектного акта, там такого программы нету, что пришли там и за квадрат там сказали вместе с материалами. Там общая сумма идет и все. Я же считаю ущерб, ущерб, я ремонт не считаю. Я же считаю ущерб. Ну, объясните, в чем разница ущерб и возмещение денег на ремонт, в чем разница? Ну, возмещение, я ничего не могу сказать, мне просто сказали ущерб считать. Например, обои там отошли, ну, паводка, я полностью обои посчитал. Пол там, квадрат там провалился, например, деревянный, я пол считаю, часть, например. Ну, вы, когда делали оценку, вы понимали, что по этому документу им будут эти деньги возмещать? Вот сколько вы туда включили денег, столько этих денег им вернут. И они будут на эти деньги делать ремонт. Ну, я же не могу, но они говорят, есть люди, которые мне говорят, я хочу стяжку, например, вместо деревянного пола залить. А я не могу считать, это просто, как бы, не мое полномочие. Почему они должны, например, стяжку, они хотят залить, чтобы я им смету составил, например. Если у них ущерб составил, там, деревянный пол, да, провалился, вот я вам посчитал. А зачем они там, они мне просят полностью, я уберу и стяжку залью. Ну, окей, потом смотрите. Ну, это же не моя камня. Хорошо, для чего вы делали, хорошо, скажите, пожалуйста, для чего вы делали эту оценку? Что дальше с этим документом жители должны сделать? Ну, это не ко мне, это не ко мне, я не знаю. Мне сказали сделать оценку еще. Хорошо, а вы с Акиматом работали, когда вот приезжали на оценку? Акимат вас курировал? Ну, да. Они вас встречали, встречали? Как встречали? Ну, вы приехали в Державинск, вы пошли куда? В Акимат сначала пошли? Ну, да. Что они вам предоставили, какие данные? Мне предоставили, нет, мне не в Акимат, я в соцзащиту зашел, сприва. В соцзащиту, дальше? В соцзащиту зашел, мне дали списки, списки адресов домов, которые я должен был обойти, и все, и пошел. В Акимат выходили? Или с Акиматом как-то взаимодействовали? Ну, заходил, заходил, да, заходил. Что вы делали, какие взаимодействия были у вас с Акиматом? Ну, я просто им данные давал, и все. Какие данные? Они же задевали же. Данные чего? Ну, данные аварийности дома, там, сколько домов на сегодня прошел. Вот эти, вот эти информации... Отчитывались, да, то есть? Ну, да, да, да. А у вас договор сейчас с кем стоит? С какой организацией? С районом Акиматом. С районом Акимутом. С районом Акиматом, да? Да, да. Все, ясно. Хорошо, ладно, спасибо вам. До свидания. Мы также звонили другому оценщику, который считал имущество по ОЛХ, но, к сожалению, не дозвонились. Идем смотреть состояние домов и имущества. Вот, проходите, пожалуйста. Вот сейчас мы находимся с двумя детьми здесь. Вот, мы взяли этот диван, надувной матрас. Мы, правда, здесь находимся. Ну, у нас... Двое детей? Ситуация, да. Вот дочь, она уже заболела, потому что у меня там обвалилась. Нет, как? Нормально. Нормально? Ты справляешься, да? Ты сильная? Да. Молодец, умничка. В общем, ты помогаешь, да? Да. Вот, а здесь самое главное, вот у нас здесь вторая половина, это старый дом, и мы уже 70 лет, с Аманной. Да, он не сохнет. Я не знаю, мы месяц сушим. Давайте вот с этой комнатки начнем, если можно. Я просто здесь увидела улицу через стену. Да, мы тоже видели улицу. Вот недавно был снег с дождем. Да, было холодно. Здесь окно было. Вот она доска обвалилась. Здесь видно старое окно снаружи. Я ему говорю, там и фундамент отошел. Вы посмотрите, он возвращал, вышел, вот злой, и он ничего, он вообще ничего не сказал. Оценщик. Оценщик, да. Говорит, по факту, когда я оценивала, три дня после воды, этого не было. Я говорю, сколько дожди шли, здесь тахта стояла, он же не отодвигал ничего. Я считаю, что мой дом аварийный, потому что, ну, реально страшно здесь находиться. Они сказали, что они... Я не эксперт, я не могу утверждать, но мне тоже кажется, что он у вас аварийный. Да, я говорю, я с глиной, можно, если честно, извините... Вот, моя рука вот в стене, чтобы вы понимали, какие там дыры. Да, вот понимаете, оно вот страшно, правда. Мы, через 20 минут зашла к нам вода и стояла 8 дней. Вот так вода, где, где, как стояла. Вот мебель вся, все, оно вот берется и все отваливается. Это саман. Саман вообще просто даже была, вода зашла и вышла, 8 дней он стоял. Он не высохнет. Я ему говорю, что мне делать? Он говорит, снаружи ковыряйте, чтобы он сох. Я говорю, у меня за счет штукатурки он держится. Если я сейчас там отковыряю, он просто завалится. Ну, как бы тут можно на улицу отковырять. Да, спокойно. Да, да. Да, здесь просто все, все, все мягко, согласна. Да. Мебель эта наша, она полностью в воде была. Мы ее берем, она разваливается. Да. Вот, да, это наш зал. Вы знаете, вот успели только шторы вот так завернуть и остальное вот так. А ну еще, знаете, кирпичи, вот они, видите, трещину дают, и они прям кусками отваливаются, потому что сыро, сыро. Да, оно все сыро, вот ковыряешь, вот оно сырое, вот, оно не сохнет. Вы знаете, не сохнет, правда? Да, можно из него лепить. Скажите, его сейчас как признали? По документам он аварийным? Нет. Он считается здесь несущие стены и внутренние стены жилого дома, выполнены из кирпича. Вы видите, здесь кирпич, здесь кирпича нету. Видите? Здесь тоже кирпича нету. Ну, может, он имеет саманный кирпич? Я не знаю. Рекомендации очистить от желтых пятен. Ну, желтые пятна, это, наверное, вот это. Почисти. Очисти. Да, будьте здоровы. Вот, и смех, и грех, правильно. Скажите, сколько вам выделяют ущерб, как посчитали вам ущерб? Посчитали мне ущерб. Сейчас я вам скажу. Они мне вручили вот только недавно акт, вы знаете, я ознакомливалась. Вот мне, получается, и того материальные. За материальные ресурсы, то есть это одежда, мебель, техника, носки, трусы, там, не знаю, нитки. Триста семьдесят штинил я вижу. Так, а за ремонт? Вот доска, мы считали, вот обои, триста девяносто, бумажные обои у меня. Потом доски. Так, где? Всего по смете, вот. Всего по смете, это за ремонт. Вместе с материалами, это только, да, вместе с материалами шестьсот пятьдесят четыре тысячи. Вот скажите, мне просто батареи, которые упали, мне срезать их, ну вот мы паровое делали, у нас пятьсот шестьдесят тысяч ушло. Мне сейчас их срезать, ждать, когда высохнет этот, мне говорят, будет, я говорю, скажите мне, будет стоять или нет мой дом? Будет, если вы замажете это глиной с чем-то. И, в общем, когда он выселит. Знаете, мне кажется, здесь даже оправдываться не нужно. Просто, еще раз, посмотрите вот на это все. И вот на эту цифру шестьсот пятьдесят четыре тысячи. Все, ноу коммент. Я хочу показать ваш телевизор. Вот этот телевизор, он уже не работает, не рабочая система. Я не знаю, сколько здесь диагонали, наверное, пятьдесят, шестьдесят, да? Во сколько его оценили? С сорок пять тысяч. Вот это самое большое, что у меня оценили, телевизор. Да. Вот этот шкаф-купе, здесь вывалились зеркала на полу. Ну вот вы и сами посмотрите, сколько сейчас стоят телевизоры. Ну, нам на улице сказали сорок тысяч. Это еще пять тысяч нам, наверное, добавили на этот, да? Сорок тысяч у меня там на всмете. Правда? Жесть. Дети говорят, мы вам кровать купим. Но почему, я понимаю, что у меня хорошие дети, они заботятся обо мне. Но почему государство, когда мы платим налоги, мы живем в нашей стране и получается, вот почему так? В общем, все печально. Печально и то, что ее дом оказался единственным по всей улице, который не признали аварийным. Поэтому женщина не понимает, как она будет жить на улице Октябрьской совсем одна. Также у Людмилы был продуктовый магазин, который тоже ушел под воду. Все плавало. Я могу вам просто видео показать. Вы очень. Я пришлю вам видео. Это, ну, плавало все. Плавали морозилки все. Они тяжелые, по 300 килограмм мяса. Все там, все, это, кеги, вот 50 килограмм вот это. Все плавало. Абсолютно все. Все смыло. Туалетную бумагу эти. Даже вот я сколько, мы выгребали лопатой, у нас мыло здесь, ну, есть видео. Мы лопатой все выгребали, потому что печенье, фрукты, в общем. А вы давайте вот покажем полки, да? Да. Вот здесь вот. Да, это вот. Да, да. Это вот то, что осталось. Это все, что осталось, да. На верхней полке тоже конфеты, они мягкие стали. Это все выбрасывать. Они, видите, это. Их вода не коснулась? Нет, да, потому что здесь была, вода стояла, сыра была. Непонятно, какая вода это вот. Да, правильно все. Да, нижние полки все смыло. Сахар в мешках, вы знаете, поднимаешь, он в сахар, мешок пустой. Пустой. Мы на морозилке, с морозилки перевернулись, оно все упало. И они просто закрытые, и они пустые. Да. Сахар растаял и уплыл, да? Да. Порошок, сахар, соль в пачках так осталась только. Вы знаете, не повредилась фирма Роллтон, супы эти, есть же приправы. Они вот в идеале, я их нахожу везде, супы эти, и они сухие. Я говорю, надо, респект им. Вы знаете, вода 8 дней стояла, оно сохранилось. Надо из Роллтона строить дамбы, значит. Да, я думаю, будем набивать мешки, но будет дорого, но зато. Скажите, оценщик приходил сюда, да? Оценщик, получается, я просила оценщика, звонила в горячую линию, мне сказали, создалась комиссия только 22-го, никто не ожидал поводки. Но вы в районе один магазин такой, мы вам предоставим, ну, в общем, помощь. Я обратилась в палату предпринимателей, мне помогли, составили мы ущерб, это, отправили в область, нам сказали, надо вам оценщика, оценщик оценит, вот это вот все. Ну, денег в бюджете, конечно, нету сейчас, но это, мы вам поможем. Тут выясняется, еще сколько времени проходит, никто не едет ко мне, оценщика сами ищите за свой счет, а потом государство, ну, чек приложите, а государство вам потом возместит. В общем, я звонила, мне предоставили листок, на котором были все фамилии, я звонила в Кокчета, были адвокаты, один адвокат дал мне номер оценщика, я ему позвонила, он говорит, комиссия какая-нибудь была, должна была создаться комиссия, прийти, составить акты, я говорю, никого не было, он говорит, ну, вот у меня нету возможности сейчас приехать, у нас в Адбасаре такая же ситуация, как и у вас, я не это, и все, дело встало. Я потом сидела, сидела, думаю, я напишу прокуратуру, ну, правда, мы остались без дома, без бизнеса, единовременно нам выплатили 100 МФП, мы, знаете, мы закрыли кредиты, у каждого сейчас кредиты, это, закрыла я ИПС, свое приостановила, все налоги, все погасила и стала ждать, и вот по сей день я жду. Мне вот в воскресенье приехал парень, я, говорит, оценщик, потом, я говорю, вы как будете считать? По факту, мне нужна накладная. Мы, я опять поехала в палату предпринимателей, мы же это, фиксировали ущерб, посчитали все, и мы ему отправляем, он говорит, а вы где видели такие цены за морозилку? Вот эта морозильная камера предоставили мне фирма «Ностальгия» мороженое, новая абсолютно, но в договоре 350 тысяч она стоит. Если я ее, ну, сломаю или она испортится, я должна заплатить. Я говорю, вот официальная сумма. Он говорит, я на Улыксе смотрел, там таких цен нету. Там опять нам, получается, этот же оценщик, который нам оценивал дома, этот парень, мне, говорит, Нурлан, и, получается, он нам считает опять вот этот Сулыкс. Сулыкс из этой же фирмы? Да, опять они считают, что это Сулыкс. Опять, хотя они мне говорили, я говорю, дайте мне оценщика, говорит, этот не имеет права, должен специалист по поводкам специально независимый приехать. Получается, они его утром прислали, лишь бы, лишь бы, и вот. Вообще вы сами как оцениваете ущерб своего магазина, на какую сумму? Ну, вот продукты мы посчитали, ну, видите, половина же смыла, половина есть, получается на миллион семьсот восемьдесят тысяч. Основное я переживаю за морозилки, холодильные камеры, вот эти все шкафы, прилавки, вот это самое главное пострадало. В общем, какая сумма? Общая сумма, мы посчитали, четыре миллиона семьсот восемьдесят тенге. А оценщиком какую сумму ставит? Он еще не ставил, он просто меня предупредил, что холодильники, вот эти восемь холодильников, что у меня есть, будут не меньше двадцати, вы не, ну, да, ну, на Улыксе, в общем. Он говорит, таких цен на Улыксе нету, я говорю, да что вы все с этим Улыксом, да, у меня уже глаз дергается. Ну, правда, если он не оценил дом, мою мебель всю новую, вот, которую мы просто выкинули, такую сумму, триста двадцать тысяч, то и магазин, я думаю, наверное, я четыре миллиона семьсот восемьдесят, но нам, наверное, четыреста семьдесят тысяч насчитают. Зашли еще в несколько домов поселки Пригородное. У всех ситуация похожая. Размыты полы, трещины в стенах, везде плесень. Вот тут вот плесень, она, видите, прям уже, тут грибы. Да, да, и оно все мокрое, оно никогда не просохло. Оно прям вот уже разрастается. Вот этот сломан широкий, две недели стоял в воде. Ну, да. Понимаете? Прям мох. Вот, и оно вот выдуло уже, все, это несущая стена. Ремонт мы делали постоянно, конечно. Вот тут вот все вывалилось, видите, обвалилось. Потом вот тут еще сложнее. Это ужас. Вот это почти промыло, здесь было течение, а еще чуть-чуть, и оно выпало в стена. Еще чуть-чуть. Потом вот это тоже все обвалилось. Видите, что делается? Вот. 400 тысяч ремонт, это как? Как вам говорят за 400 тысяч ремонтировать? Что они говорят? А ничего не говорят. Сейчас же как вот, новый Казахстан, справедливый Казахстан, вот я всегда это говорю, и я жду эту справедливость. Вот просто справедливо пусть будет, и все. Это вот главное, просто справедливо. Мне вот не нужны обои, мне не нужно линолеум, я просто хочу сухой, теплый, маленький дом. Вот и все. Видите, 2023 года, выпуска, плита абсолютно новая, пятикомфорочная. Таких у нас в совхозе ни у кого нет. Это подарок моей сестры, но мне оценили ее в 19 тысяч. А покупали ее? А покупали за 220. Потому что я, знаете, занимаюсь выпечкой, точнее занималась, и мне сестра подарила, потому что она огромная. Я рулеты пеку, мне нравится вот этим заниматься. Но обидно то, что вот оценена была. То есть вы, получается, еще и деньги зарабатывали, да? Ну, да, да, да. И вот видите итог. Все мое имущество оценено в 308 тысяч. Вот, 308 тысяч. Вот. Сюда входит кровать, газовый пекар, шифонер, стол, стулья, стиральная машина, автомат, холодильник, кухонный гарнитур, диван и шкаф. Это все за 308 тысяч. Все вот это я должна купить за 308 тысяч. 10 позиций. Я говорю, вы издеваетесь, а гарнитур только за полмиллиона. Это и то в Алмате я его привезла, брала, а вы мне даете 490. За всю мебель. Ага. Покажем всем оценку. Заказчик государственного учреждения аппарата Акима Жаркаинского района. Так, это заказчик. А кто исполнитель у нас? СПК, эксперт называется, да? Сулейменов КГ. Так, сколько вам денег? Открывайте, показывайте. Сколько денег по смете на ваш дом они выделяют? Вот, 902 тысячи. Локальная смета. Всего по смете 900, видно, 902 тысячи, 456 тенге. За 902 тысячи нужно заказать рабочих, машины и механизмы, материалы, изделия и конструкции. То есть 902 тысячи вам дают для того, чтобы вы заказали ремонтников и купили материалы, да? Получает. Стройматериалы? Я считаю, говорю, эти 900 тысяч, только постелить линолеум, поклеить обои, а все остальное кто же будет делать? Тем более я одна, я вдова, мне помогать некому. Если судить, то есть следовать экспертному мнению оценщика, то вы должны купить кухонный гарнитур за 20 тысяч тенге, правильно я понимаю? Так, холодильник вы должны купить за 30 тысяч, но так как у вас их 3, то 90 вам считают за 3 холодильника, да? И шкаф вам нужно купить за 20 тысяч. То есть практически всю мебель оценили в 20-30-50 тысяч тенге. Телевизор плазма 120. Ну вот смотрите, здесь что-то прям очень дорогое. Телевизор, телевизор. Телевизор 20 диагональ была, показала прям оценщикам. Телевизор 120 диагональ? Да. А он его оценил вам в 62 тысячи тенге? А вы его по чем покупали? Ну я уже не помню, я по чем брала, но факт то, что этот, они считают, что у нас она уже все бэушная и... Ну здесь прямо написано, они ссылаются на сайт AllX. Вот они, оценщики, предлагают купить кухонный гарнитур на AllX за 20 тысяч тенге. А вот это вот, например, кухонный гарнитур, да, который я показывала, он в семье находится. То есть вам нужно ехать в семье за ним. Я хочу показать людям, что это такой саман и как он выглядит. Вот обычная линейка. И вот я ковыряю вашу стену. Ну она вся мокрая под пластилин. Ну пожалуйста. Да. Мне кажется, если взять нож, то можно доковырять до следующей комнаты. И у меня даже, я даже вот как бы особо сильно не нажимаю. Да. А уже стоит сколько времени сушится так снова? Сколько сушится уже. Не знаю. Можно это вот еще долго, бесконечно вот так, конечно, ковырять. И я наковыряю все-таки. Это вот... Также жителей возмущает еще один факт. В оценке ни слова о пристройках. Это ваша баня. Да. Что сказали? Будут возмещать? Нет. Почему? Мы здесь живем. Ну потому что мы в ней не жили, поэтому... Сказали... Кто сказал что-нибудь за баню? Оценщик. Оценщик сказал бы за баню. Да, я говорю, пошли тебе оцените баню, потому что мы в ней моемся все равно летом. Зимой мы не моемся, потому что все заметает. Он говорит, нет, вы там не живете, вам не положено. Даже коридор, вот я говорю, не этот. Чинили, да? Вот, да. Все хорошо. Давайте зайдем в баню, если получится. Нет, не надо. Если мы не рухнем. Нет, нет, там все. Интересные оценщики, конечно, к вам приехали. Мне прям очень интересно. К сарай. Вот эти все хозпостройки тоже не идут в счет? Нет, вообще не идет. Оценщик что сказал? Нет, да? Нет, не идет. Только вот, вот заходишь прям с коридора в дом, все, вот это только идет в счет. Ну, и остальное не входит. В селе Гастелло мы встретили 78-летнюю бабушку. Ее ущерб дома оценили в 249 тысяч тенге. 249 тысяч. Тенге, это на ремонт? Да. И из них на оплату работникам? Да. На материал 112 тысяч только получается. Вот. Видите, вот трещина пошла туда. Дом, стенка туда отходит. Пошла плесень кругом. Вот здесь, видите, вы сами убедитесь. Эти доски, что мы выкидывали, они, вот это если все вскрыть, тут уже зелень вся сплошная будет. Скажите, а на мебель вам возмещение будет? Ой, на мебель вообще там тоже мало, очень мало. 112 тысяч, что ли. Но бог с ним, без мебели я еще проживу, а я не проживу без полов. Вот. Все это надо будет покупать за свой счет. А где на пенсию купишь? На этом уровне вода была. Вот. Здесь все вздулось. Все трещины пошло, весь дом в трещинах стал. Осадку, видимо, что ли там дает. Конечно. Нижнее все размокло. Я вот в этой комнатке сплю и то говорю, ну как вот жить дальше вот на таких полах. Это же все надо ремонтировать. Все надо убирать. А вы здесь сейчас живете, да? Ну, а куда деваться? Пить и здесь, да? Да. Все везде это не находишься, не наездишься. Все вздулось. Да, там горбом все поднялось. А это все ремонт будет стоить больших денег. И что мне эти вот 112 тысяч, куда? Я одну комнату даже не смогу отремонтировать. Согласна с вами. Что касается гуманитарной помощи, жители говорят, что она была. Народ помогает, государства нет. Получается, с нашего акимата ничего нет. Только вот люди то, что собирают и привозят. И все. А так ничего не дают. Мы давал народ, вот продукты. Народ давал все. Продукты, вещи, там такое постельное белье, памперсы детские. Народ помогает всем, но государства нет. Публиковать нам куда-то нельзя ничего. Сразу начинают на нас давить. Как давят? Ну-ка расскажи. Давят, звонят, говорите, удалите публикации. Иначе что? Иначе, что они говорят, но говорят, удалите. Зачем вы так делаете? Настоятельно рекомендуют. Да. А с вами был конкретно такой случай или с кем? Когда звонили из акимата? Нет, нельзя говорить. Да, я не могу сказать, но... На моих детей давили, да, говорили, звонили до ночи. Просили убрать публикации. За то, что он вот эти оценки выставил, дом выставил. Да, в инстаграме, да, он выставлял. И ему звонили, говорили без конца, чтобы убрали. А он работает в школе. Кто в школе работает, в бюджетных организациях, их сразу спросят настоятельно, чтобы не публиковали, ничего не говорят. И говорят, приходите в акимат, туда жалуйтесь, нанимайте оценщика. А на какие деньги мы будем оценщика нанимать? Мы там квартиру, он сейчас снимает. Мы живем в садике, который заброшенный садик. Мы там делали ремонт, вот эти 300 чем-то нам выдали, мы на 200 чем-то там ремонт сделали, чтобы жить в трех комнатах, в нормальных условиях. В садике? В садике, да, бывшее здание садика. Мы там арестон повесили, горячий, холодный. У нас двое маленьких детей, чтобы их мыть, чтобы самим мыться после работы. Туалет, чтобы дома все сделать. Мы сами все это делали за свой счет. Из этих 100 МРП, которые нам дали. В Гастелло ситуация идентичная пригородному. Оценили их дома и имущество по необоснованно низким ценам. Вот этот дом выглядел так до потопа. Сейчас он в таком состоянии. Ущерб оценили в 900 тысяч тенге. Только 445 тысяч строителей попросили, чтобы засыпать и залить полы тонким слоем. Скажите, сколько здесь квадратов у вас? У нас 126 квадратов, не считая вон той веранды. Ой, кошмар, какой ремонт здесь можно делать, я не понимаю. Заместитель Акима сдержала слово и организовала нам с Акимом района интервью. Встретились они у въезда в село Пригородное, на месте, где строят дома пострадавшим от паводков. Здравствуйте, меня зовут Назымгуль. Я журналист, ютуб-канал обожаю. Слышали про такой ютуб-канал? Приезжаю, Асхат Ниазов сюда удержает. Хорошо. Вы не против, если я буду задавать вопросы на русском? Вы можете отвечать на любом языке, да? Скажите, пожалуйста, вот мы приехали осветить последствия, узнать, как проходит сейчас компенсация, с людьми поговорить, пообщаться. Давайте, мы доказываем ветер, в Ржерге крик, в вашу Акимат или в нашу быстро поедем. Просто здесь вам помеха идет, давай крик, когда. Да, давайте. Сколько в СИМВО домов было потоплено, это первый вопрос, сколько из этих домов признали аварийными? Смотрите, у нас было всего 186 заявлений. Проверка, которую провела наша комиссия и, в первую очередь, оценщики независимые, всего итогов вышло 170 домов. Из 170 домов по району, это не только по пригородному. Получается, у нас с восстановлением, признанной аварийными, на сегодняшний день, выходит 32 дома. Всего 62. Из них принято решение. Хазахстан-Халкнафонд откликнулся, Акимы области. Приехали на данный момент. Здесь строится 15 двухквартирных домов на 30 человек. Да, да, на этой территории. Здесь, получается, на этом участке, получается, 7, напротив, уже планировка, там 8. Всего 15 двухквартирных. Вот из них, получается, на выкуп у нас от СИКИ было 30. Потом последние обильные дожди. И дома, которые сама, уже после дождей, соответственно, была угроза. Комиссионы еще раз прошли, потому что жители обращались. Где-то было недовольство именно в оценке имущества. В оценке имущества, сами знаете, оценщики руководствуются постановлением правительства, 150 МРП. А по недвижимости там уже был второй оценщик. И, соответственно, согласно дефектовке, они не все были удовлетворены расценками, работой наших оценщиков. Собирались несколько раз комиссия. Приезжали наша районная прокуратура, общественный совет, партийный контроль, все депутаты. Дополнительно после этого обхода, который, я ранее сказал, еще два дома выявили. Один Кумсуат, АУНДА, и второй, получается, бездом, пригороды дна. Там, получается, часть дома старая застройка Саманны. А тут пристройка, тут уже как коммерческая, там маленький магазинчик. Ну вот всего сколько в итоге у нас получается? 170. Нет, аварийными признаками. 62. 62 и 170. Да. Вот понятно, что сейчас вот как-то высчитывать алгоритм и думать правильно, сделали неправильно, но люди сейчас, многие жалуются на то, что их дома тоже нужно было признать аварийными. Многие люди жалуются именно на этот момент, что ремонтировать нечего. Там у кого-то потолок уже на уровне 7 сантиметров опустился, то есть свисает весь потолок. У кого-то, ну, видно, что стены, трещины хорошие дали, плесень где-то есть. Насколько вообще... Давайте вот так вот я вам скажу. Работа оценщика, она независимая работа, это не местный исполнительный орган. Во-первых, на момент оценщика, когда они обследовали, оценщик, соответственно, фотографировал, ввел фото в виде фиксации. После того, когда уже люди узнали, вода уже отошла, уже можно было дома заселяться, были и есть случаи, когда сами жители уже, даже если по имуществу заходит, оценка там 12500. Я говорю, почему такая маленькая оценка? Оценщик говорит, на тот момент, когда я пришел, в доме ничего не было. Дома была вывезена, была одна тумбочка. Есть такие случаи. Не всегда наши жители, как говорится, добропорядочные. К этому вернемся, к этому вернемся отдельно. Именно сейчас давайте поговорим про аварийные дома, про то, что большинство все-таки, из 170 только 60 домов признали аварийными, да? То есть большинство дома будут ремонтировать. Да. Да. Но, хорошо, я не буду говорить вам, давайте признаемся, но люди возмущены тем, что их дома все-таки тоже нужно было признать аварийными. Я вот ранее вам сказал, работа оценщика, независимые оценщики, у них есть свои расценки, свой алгоритм. Если в некоторых районах был один оценщик, у нас было два оценщика независимых, которые, соответственно, один был по имуществу, второй был по недвижимости, именно по зданию. Вот, что по зданию? Вот по зданию, вот сейчас у нас какие случаи выходят, люди потом приходят, с комиссионной мы идем, они, как говорится, сами доходят до того, что умышленно доводят до этого. Есть такие случаи. Умышленно что доводят? Дом? Да, 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 разрушают, вот основание, да, саманный жарейт, с ними мы согласны. Но вот это железобетонные конструкции. Эти дома есть факты, когда ремонта вообще не было там, советских времен. Если дом 80-го года там желает лучшего, есть такие случаи. Но вот смотрите, вы уже неправильно рассуждаете. Вы говорите, у них никогда не было ремонта. Но это же не значит, что теперь им нельзя новый дом построить. Нет. Есть алгоритм, который построен. Есть оценщик, который дает четкую оценку. А, пригодность дома. Все. Это вопросы к оценщику. Есть второй вопрос к оценщику по имуществу. Это тоже строго вопросы к оценщику. Это не к местным исполнительным органам. Местный исполнительный орган совместно со всеми другими заинтересованными госорганами, совместно с общественностью, именно общественный совет в каждом населенном пункте СМСУ. Активные люди. Есть у нас партийные контроли. Есть депутатские контроли. Эту работу все вот мы проводили. Все это мы изложили, собирали уже несколько раз. Не один раз. Да, приходим, когда индивидуально, они соглашаются. Все хорошо, все хорошо. Но потом кто-то находится один-два, который задирает их, потом снова к этому вопросу приходим. Есть такие случаи. Это их неконституционные права. Пожалуйста, они пусть защищают. Вопросов нет. Здесь никто их не запрещает, никто не обременяет. Наоборот, кельндер, айтендер, говорю. Может ли сейчас, на данный момент, житель, который получил оценку дома и не согласен с ней, он может ее оспорить или предоставить независимую оценку? Независимая оценка будет рассматриваться в Акимате и вообще государство? Независимая оценка, смотрите, это конституционное право каждого нашего жителя, нашего района. Всем это было разнесено. Если вы не согласны с работой оценщиков, которые провели эту работу, вы вправе сами нанять независимого и провести заново эту работу. Понимаете? Это мы им разъясняем, всем говорим. Это ваше право. Тут ограничений нет. Нет, ну окей, вот он потратит деньги, наймет человека, определяет независимый эксперт, он посмотрит, даст, например, большую сумму. Вы рассмотрите эту оценку? Если оценщик. Вы ее удовлетворите? Мы обязаны. Удовлетворите. Мы обязаны, во-первых, если оценщик дает правовую, тут же, наверное, есть и другие госорганы, спецорганы, которые рассматривают, мониторят за работы предыдущих оценщиков и других оценщиков. Это в любом случае будет в правовом поле. Ну, подождите, то есть вы имеете в виду через суд? Да, последнее слово, я не говорю за суд, до этого-то мы еще не дошли, потоп-то вот здесь-то произошел. Вы говорите в правовом поле, это имеете в виду через суд же? Нет, ну правовое поле, есть, наверное, комиссия, наверное, если, допустим, по имуществу у нас утверждено, согласно регламента, там четко знаем, 150 МРП, по недвижимости немножко сложновато. Мы не видим расценок, какое это министерство, допустим, сделало, министерство строительства или кто это сделал, или комитет, понимаете? Местный орган не видит. Вот вы увиливаете от ответственности. Скажите, вот я, житель, допустим, да, я житель ваш, мне не понравилась оценка дома, я хочу, чтобы ее признали аварийным. Я вызываю другого оценщика, который мне говорит, вы правы, ваш дом аварийный, он мне дает документ, я с этим документом прихожу к вам. Пожалуйста, будет заключение. Дальше что? Я говорю, будет заключение, мы будем выносить это на комиссию. Это вопрос ни одного руководителя, того или иного органа, в данный момент, допустим, местного исполнительного органа. Так, комиссия посмотрела, что дальше? Она выносит решение. А если она сказала, я против, мы против? Нет, ну это комиссия. Вы извините, я за всю комиссию не имею права отвечать. Потом уже с комиссией идет, да, борьба жителей? Ну почему? Вы сразу категорично. А вдруг действительно? Надо готовиться ко всем. Жел, жел. Смотрите, во-первых, новобездомоценщик, наверное, не две головы, они несут очень большую юридическую правовую ответственность. За ними, допустим, которые отправляются, согласно утвержденных расценок, там есть программа, которая считает. Они готовы, допустим, да, вначале мы не понимали, были вопросы к ним. Потом пригласили их, совместно со всей комиссией прошли по тем первым домам. Которые люди были не согласны. Если был человеческий фактор, где-то было упущение, там по дефектной ведомости, если там, например, там три двери, там было четыре двери, ну были такие, они не были по ходу работы, были исправлены. Но он говорит, я готов в судебном порядке, как люди наши, жители обращаются, мы вас подадим в суд, он, пожалуйста, я готов, говорит. Я, говорит, согласен. То есть тут суда не избежать, да, если есть спорные моменты, да? То есть нельзя на уровне только комиссии или на уровне Акимата решить вопрос? Я же не говорю, допустим, да, я пока... Давайте как есть просто. Я не могу это, знаете, вам комментировать и давать заключение. Я не эксперт. Но у вас еще таких случаев не было? Пока не было. Еще не было, да? Пока не было. И вы не знаете алгоритм, то есть как это произошло? Кто может знать? У нас, допустим, первый раз вот это произошло, есть алгоритм признания оценщиками, согласно вот этой оценочности заседает комиссия по алгоритму, дает заключение, вот такая-такая-то сумма по имуществу, по недвижимости утверждается, согласно вот этой суммы, через какой-то определенный регламент им выплачивается. Ну, смотрите, люди в основном недовольны в чем? Недостающая сумма. Вы знаете, да, в чем люди сейчас недовольны? Я понял, мы же не раз с ними собираемся, встречаемся, приходят они, не сами заинтересованы, чтобы наш, каждый житель нашего района был удовлетворен. Как бы там ни было, если нормативно-правовой акт, он утвержден, да, это же не категорично, нет суд. Есть, наверное, руководство, наверное, у нас в области, в целом страны, которые придут, знаменатели, по тем недовольным. Но вопросы у нас, допустим, по нашему району решаются. И также руководство области уже не раз присылало сюда комиссию. То есть, та недостающая сумма, которая не удовлетворяет по имуществу или по недвижимости, будет восполняться за счет того или иного общественного фонда финансовых институтов, которые у нас наши меценаты Республики Казахстан. В данный момент, смотрите, у нас, если стройка идет с фонда Хазахстан-Халкна, по возмещению у нас это с областной фонда, я название не помню, который по выкупу жилья и по возмещению вот этих всех затрат. Помимо этого, у нас есть свой фонд Брелек-Жаркаин, общественный фонд, у нас есть свои руководители бизнес-структур, сельхозформирование, к которым мы обратились, и чтобы вот эту недостающую сумму, в первую очередь, социально уязвимым населению, мы будем им помогать. Здесь в основном, которые приходят недовольны, многие части, хорошие зажиточные люди, хорошие у нас фермеры. Что, что они, они своим трудом заработали и хотят получить теперь? Мы хотим, в первую очередь, социально уязвимым, в первую очередь, если, допустим, у Гудек там бабушка или дедушка, там дети по тем или иным причинам, в первую очередь, соответственно, мы к ним будем. Да, на фонде есть определенная сумма. Работа по сбору, по выполнению финансовой устойчивости, именно решение жителей наших, которые недовольны той или иной суммой, мы уже индивидуально выписали, кто социально уязвимый. Сколько социально уязвимых семей? У нас получается по пригородному, первую, которую вот эту, получается 22 семей. 22 семей. Ну вот помимо их, нужно все-таки думать и обо всех. Нет, вот мы же у нас же не только пригородный, везде Басхаул Дардабар. Басхаул Дардабар. У нас есть отдел соцзащиты, который непосредственно занимается этой работой и предоставляет их социальный статус, положение. Все, хорошо. Скажите, пожалуйста, оценщики, вот мы ушли от темы оценщиков, кто, что это за компания, как вы ее привлекли, был какой-то конкурс, был тендер. Почему именно эти оценщики сейчас оценивают дома и недвижимость ваших жителей? Давайте я название этих фирм, ребят, представителей не могу сказать, оно у меня сейчас на работе. Этим непосредственно занимались мои заместители и исполняющие руководители аппарата. Непосредственно они занимались. Какой там алгоритм, как они пришли, я не могу это узнать. Ну а как вот согласно закону, как оценщики приходят? Смотрите, я вам еще раз говорю, такого у нас никогда не было. У нас в области люди сами ищут, в данный момент наши ребята, наши мои коллеги, именно ее рука, по заместителям, соответственно, искали, кто аккредитованный, у кого есть лицензия на оценку, кто окликнулся. То есть какого-то конкурса, единого алгоритма по государству? Я не слышал, я не могу утверждать, что был конкурс. Детально вы можете узнать у моего ее исполняющего руководителя, у моего заместителя. Я сейчас где-то могу что-то ошибиться по всем, поэтому комментировать я лучше воздержусь. Почему я спрашиваю, кто такие эти оценщики, откуда они взялись, кто их сюда привлек? Потому что жители пригородного показывали нам оценку, и там действительно без слез не взглянешь. Допустим, у женщины 117 квадратов дом, там 115-117 квадратов, ей ремонт оценили в 700 тысяч тенге. То есть 300 тысяч тенге она должна потратить на закупку стройматериалов, 400 тысяч заплатить работе. Можно продолжить? Я закончу. И второй момент. А на покупку мебели и техники ей посчитали отдельно 400-450 тысяч тенге. Сейчас только холодильник стоит 250 тысяч тенге, плита стоит 150 тысяч плюс. Тут четко написано, возмещение ущерба, понимаете, это не восстановление, не в новое. Вот эти вопросы, которые по оценке имущества и вопросы по недвижимости, это, пожалуйста, к экспертам. Я не могу ихнюю работу комментировать. Вы же знаете, что сейчас люди в этом плане очень сильно возмущены. Не хотите разговаривать? Люди возмущены, это наши жители. Я вам еще раз говорю. У нас есть фонд, есть руководство, областной фонд, которые будут эту сумму недостающую восполнять непосредственно. Определенную уже часть, которую мы с людьми уже отработали, которые заходим. А какая у вас сумма ваша хотелка устраивает? Вот, хотелки. Я говорю, так она есть, это их не хотелки. Мне вот это, вот это, вот это. Потом предметно разговариваем. На сегодняшний день холодильник такой-такой, который у вас был 96-го года, ищем, найти не можем. Хорошо, 2016-го года находим. На OLX. Да, да, в OLX находим. Цена 40, 50, 60. Я просто предметно утверждать не буду. Так? И эксперты это делают. Я вам еще раз говорю. Все понятно. Вот эта идея с OLX, это идея оценщиков оценивать на OLX? Это... Кушную технику. Да, да, вопросы это все к оценщику. Но вы в курсе, да, что жителям оценили в OLX? В курсе, как вы в курсе цены? Да, это мы в курсе. Мы же сами их пригласили еще раз. Третий, четвертый раз. Придите с народом, если вы до конца людям не объяснили, весь алгоритм, и откуда вы эти расценки взяли, с какой программы вы взяли, приходите, пожалуйста, объясните. То есть я правильно понимаю, все цены, которые, суммы, то есть те суммы, которые были оценены людям, да, там 400 тысяч на технику, 500 тысяч, 300 тысяч, даже есть где-то 300 тысяч тенген на технику и мебель, это все цены на бэушную мебель и технику. То есть они должны приобрести на OLX также, соответственно, бэушное все. Знаете, еще раз говорю, эти вопросы к оценщику, это не к местным исполнителям. Но вы же градоначальник, вы главный в этом... В местном исполнительном органе нет таких полномочий, установки и расценки, и определения цены. Нету. Я вам говорю. Через вас проходят все деньги, и фондов, и бюджетов, и все. Вот эти деньги, которые предметно на того или иного хозяина, по недвижимости или же по имуществу. Комиссия, которая решила, они ознакомились, это уходит уже, оформляется, и, соответственно, сумма вот эта им компенсируется, которая была оценена экспертом-оценщиком, а не местным исполнительным органом. И еще раз, люди начинают понимать, за один раз они хотят весь ремонт, все-все сделать. А там четко написано, возмещение ущерба. Он мне показывает оценщик. Что выговорит ко мне? Как это? Ну-ка, я не поняла. Что значит за один раз и возмещение ущерба? Смотрите, у человека, допустим, возмещение ущерба, то, что ущерб понесли, он говорит, я только на это оценку делаю. То есть вот одна трещина, она стоит там 100 тенге? Ну, это я еще раз говорю, детально, детально. Вот тут пол ламината треснуло, сдулось. Нет, я еще раз говорю, это вопросы к оценщикам. Давайте больше. Насчет работы, все-все, Рахмет, больше комментировать работу оценщиков я не буду. Это не будет некорректно с моей стороны. А кто тогда должен комментировать работу оценщиков, если не Акимат? Нет, я вам еще раз говорю. Работа Акимата именно в чем заключается? Выявление всех наших пострадавших и работа, которой мы наняли, вот этих оценщиков, согласна. Так? Подождите. С ваших слов вы наняли. Вот поэтому с ваших слов... Если вы так будете, я с вами больше не буду разговаривать. Давайте, Рахмет вам. Нет, просто разъясните. Я вам говорю, бельгенда айтем. Все. Рахмет. Хорошо, можно теперь по вот этим домам, которые строятся? Вы говорите, построят здесь 15 двухквартирных домов, да? Вот по ним поподробнее. Кто их получит? И вы еще говорили, а выкуп, что это значит, вот выкуп? Допустим, давайте начнем вот эти 62 дома, которые по району есть у нас, возмещение. Это из них для 30 жителей строительства, которые... Половина, в общем. Да. Половина людей выкупает. Мы ищем. Средняя цена, допустим, в районе получается в аулах у нас, если выходит от 2 миллионов до 7-8 миллионов, в аулах оценили максимально до 5 миллионов. Это и то оценщик определяет. Это населенный пункт. В городе, допустим, оценили максимальную сумму 7 миллионов. Все, это комиссия решила. Решение комиссии. Люди, которые находят пострадавшие, сами себя ищут. Многие хотят вот именно не здесь, а в районном центре. Соответственно, они сами ищут или даже здесь выбирают с продавцом и оценщик дает эту сумму. Все. Тут вопрос, алгоритм простой. Они находят, оценщик сумму дает и, соответственно, эту сумму мы отправляем и через фонд областной мы оплачиваем. Деньги поступают им на счета, да? Сами покупают или вы выкупаете? Нет, нет, нет. Деньги поступают тот хозяин, продавец. А, все, вы сразу продавцом. Да, тут местный исполнительный орган в стороне стоит. Тут меморандум, допустим, вот покупатель пришел, вот продавец стоит. Здесь, допустим, вот этот фонд стоит. Вот здесь Акимат стоит. Заключение вот это все мы собрали, отправляем сюда на фонд. Деньги поступают сюда, нотариусам заверивается, покупателям, соответственно, после поступления денег эти поступают, как называется, продавцом. Я вас поняла. Простой механизм. Скажите, вот сейчас жители говорят, что квартиры подорожали и сейчас за 10 миллионов минимум можно купить квартиру в Державинске. За 7 миллионов уже нет квартир. Все, вот подняли цены. Ну, извините, тут мы регулировать, как мы можем? Это же собственники же. Тут никак мы не можем. Тут в основном люди приходят, если многие не хотят. Ахшана обдумали и кетем. Вообще не только за пределы нашего района, там области, там может другую область, может за пределы страны. Но есть четко ему распределили, объяснили, сказали, постанавливаем жилье. Точечно. Понятно. И все. А скажите, а сколько за квадрат считали? Я не могу сказать, это вопросы комиссии. Ну, вы же должны же знать. Не, ну серьезно говорю. Среднюю цену как они взяли, мониторили, скорее всего. Поэтому это вопросы непосредственно. Кто-то этим занимался у меня, непосредственно мой заместитель, который занимался, курировал этот штаб и курирует. Вы не знаете. Я не знаю. Скорее всего, это монитор цен средний. А больше как? Я же вам ранее сказал. Если у нас 2 миллиона до 7 миллионов населенных. За квадрат. Я не могу средний поделить. Тут у людей вопросов нет. Тут у людей вопросы, знаете, в чем? Вот я хочу большую площадь. Большую площадь. А могу ли я доплатить свои деньги после, допустим, 5 миллионов или после 7? Тут их не право. Тут их никто не ограничивает. А в ипотеку могут? Нет, это другая же. Тут же восстановление жалко. Это не ипотека. Все ясно. Улучшить свои жилищные условия. Продавцу же. А соответственно, там какая может быть ипотека? Понятно. Хорошо. Теперь попробую по поводу бюджета. Вот вы все время говорите, фонд, тот фонд выделил столько-то денег на возмещение. Этот фонд выделил столько-то денег на ремонт и так далее. А из бюджета деньги не выделялись? Пока программы нет, бюджетные программы по восстановлению. Именно по району? Да, по району. Они, во-первых, если по линии ЧАЭС была определенная сумма заложена, эти суммы потратились в первую очередь на предотвращение поводка и был кода поводок. В первую очередь мы... Какая сумма? Ну, там небольшая сумма, где-то чуть больше 17 миллионов. Но у нас, благо, хорошие жители нашего района, а именно эти руководители сельхозформирования, бизнеса, никто не стоял, никто не считался, кто техникой, кто бензином, кто соляркой, все работали. Все были задействованы, и друг за друга я благодарен вот этим всем ребятам, которые откликнулись, никто не спал. И основное у нас, что мы... Потери людей не было, чтобы ночью не ходили, не будили. Мы уже чуть ли не силой, совместно с работниками районного отдела полиции, прокуратура проводили эту работу. Все люди были оповещены. Вот этот поводок, он был вопрос не одного дня. Тут четыре этапа было. Ну, жители говорят, что за свои дома они сами бились. То есть не было техники, ничего, они сами и солярку покупали. Это их не право, я же не знаю, что они могут сказать. Ну, может быть, какой-то... Была, да? Работать через... Возможно, где-то что-то было, но все люди, насколько мы видели и сколько сами помогали домашнюю утварь, вот это все выносить, вплоть до продуктов питания, они все это вывозили. Люди были готовы к этому. Это пусть они тут не лукавят. Тут пусть не лукавят. Теперь скажите, когда выделят деньги из бюджета или не выделят вообще пострадавшим на... Давайте, насчет вот этих... Какие разговоры идут? Есть алгоритм. Как такого разговора, это, наверное, некорректно говорить. Есть, наверное, утвержденная программа. Есть механизмы, которые МИО исполняет. Правительство дало задание, наш президент сказал, никто, ни один гражданин не останется без помощи, без внимания. Поэтому люди у нас все, как и везде, грамотные. Соответственно, они хотят, как всегда, как говорится, все больше. Поэтому я не думаю, что у нас, именно в Жаркоинском районе, что люди там, как бы, вообще без внимания, такого нет. Смотрите, разовая помощь. Сколько гуманитарной помощи они получали. Не только, я имею в виду, там, продуктами питания, всеми обиходами, тем же одеялами, со всеми делами там все. Поэтому, я думаю, грех им обижаться. Вся страна работала, все люди помогали. Это хорошо, это все фонды и гуманитарка. Я про бюджет говорю. Про бюджет давайте, я пока не могу сказать. У меня нету пока этой программы именно в районе. Даже если была бы в честь эти суммы, мы бы, наверное, в первую очередь, как ранее говорил, закрыли бы удовлетворение вот именно потерянного имущества или недвижимости по возмещению именно социально уязвимым, в первую очередь. Пока так. 27. Что? Вы же им и так помогаете. Социально уязвимым. Вы же сказали, вы в первую очередь взяли работу. 22 семей, да? 22 семей. Которые нам подали только по пригородному. Это вопрос, если идет в данный момент. Мы находимся здесь. Я говорю, по пригородному. Поэтому... Ну, 22 семей, неужели уже сложно их обеспечить полностью, как они хотят? Смотрите, еще раз вам говорю. Вопрос того же деления, тех же нашего фонда денег, есть у нас учредители, руководители сельхозформирования, бизнеса. Они сами распределяют. Нам к ним заходит общественный совет и наши депутаты. С населенного того или иного пункта. Есть у них тоже совет МСО, который. Вот они заходят, такое-такое-такое-такое. И они садятся комиссионно, решают. Тут открыто, прозрачно, поэтому... А сколько всего денег собралось со всех фондов? О какой шуме вообще речь идет? Давайте я сейчас не могу комментировать. Чужие фонды, у меня нету этих цифр. Но ими же кто-то один управляет же? Смотрите, ими управляет, допустим... Вы же должны понимать, сколько денег в фонде, сколько вы сможете выделить на помощь. У нас несколько, допустим, фондов. Если на строительство домов, фонд это Казахстан-Халкна. Так. Это строительство домов. По выкупу у нас это другой фонд, это с области. Я не могу точно... По строительству Казахстан-Халкна, сколько выделили денег на строительство? Ну, в среднем, даже если взять... 42 миллиона. 42 миллиона на 15-20 квартирных домов? Ориентировочно. Точно не могу, там, может быть, копейки плюсом будут. Здесь хотелось бы отметить, что если 42 миллиона тенге выделили из фонда на строительство 15-ти двухквартирных домов, а из бюджета ничего не выделяют, то каждый дом обойдется в 2 миллиона 800 тысяч тенге. Какая-то странная сумма на строительство двухквартирного дома. Так, дальше пошли. Другой фонд, который вы говорите, на выкуп. Сколько выделил денег? На выкуп? Смотрите, выкуп, он сразу вопрос, это не одного дня. Это же, во-первых, та сумма, которую сам покупатель пострадавший находит, он сперва должен найти, договориться с продавцом. Продавец должен пригласить оценщика. Оценщик дает вот такую-то сумму. Допустим, если 5 миллионов, то оценили 4 миллиона. Оценка же уже прошла, люди получили уже на руки. А какой сумме идет, скажите, пожалуйста, на выкуп? Сколько денег выделилось? Я не могу сказать. Каждый дом – это индивидуальная сумма. Все, понятно, хорошо. Теперь по поводу техники и мебели. Это тоже из фондов, правильно же, да? Да, возмещение, да. Тоже неизвестно. Это имущество, я понял, про что вы говорите. Да, имущество тоже неизвестно, да, какая сумма общая? Каждого же индивидуально, каждый же одной ценой же не пострадал. Какой суммой руководствуете сейчас на данный момент? Сумма тоже, это такое дело. Она есть или ее нет еще, этой суммы в фонде, на возмещение техники и мебели, имущества? Ну, раз фонд есть, наверное, и вот эти суммы, которые на сегодняшний день оценено, у нас на данный момент 10 домов, уже оценка, как на оценчика есть, заключение. И вот эта сумма, соответственно, наши завтра ребята, коллеги повезут в область. Соответственно, уже целевые эти деньги будут напрямую поступать продавцу, не покупателю. Покупатель в стороне стоит. Ну вот, извините, пожалуйста, господин Никитин, ну очень как-то все странно. Нету ни одной цифры. Как так? Почему нету цифры? Ни из бюджета, ни из фонда. Сколько выделять, не поймать. Это район, не финансовый институт. Я понимаю, но вы же главный здесь. Нет, нет, я вам еще раз. Вы должны как бы знать эти цифры. Вот эти деньги даже по нашему фонду, просто, я могу еще комментировать, знать, которым мне докладывает наш местный совет общественников. Это общественный совет. На сегодняшний день поступила такая сумма. Мы можем туда-туда-туда-туда-то потратить. Они сами решают. Совместно с комиссией. Здесь еще где-то можно комментировать. А комментировать те фонды, которые за пределы нашего района, и это некорректно. Я и не знаю. Сумму откуда я могу знать? Так же, как и работу оценщиков, на которые они ссылают по своим расценкам, поэтому эти вопросы больше к оценщику. Хорошо. А кто должен знать тогда, к кому нам обратиться, вот после вас, к кому нам идти? К оценщику. Непосредственно, кто проводил эту работу. То есть нужно с оценщиками разговаривать. А по фондам? По фондам, непосредственно, которые мы работаем, в данный момент я могу комментировать и то, совместно с учредителями, знать, какая сумма и деление о них будет идти. Я еще говорю, тоже комиссионно. Там акимат у нас, чтобы рычагов, чтобы повлиять, потому что они сами учредители. Это их деньги. Вот насчет бюджета. Я правильно понимаю, что, естественно, не предусмотрели такие затраты, как возмещение и последствия паводков. До конца года будете пересматривать бюджет и все-таки выделять деньги на это? Знаете, вот эти ваши провокационные вопросы не предусмотрели. Кто может предусмотреть природный катаклизм? Я ничего и против не говорю. Я и говорю, да, не предусмотрели. Это природный катаклизм. Он и никто и не знал. Здесь, например, никогда, вот, допустим, после 2017 года потопа не было. Никто не ожидал. Давайте я вам просто простую схему скажу природой. Просто скажите, будет или нет? Ну, это, соответственно, поручение, да, обязательно будет предусмотреть, предугадать уже следующий год. Если руководство нашей области уже дало четкое задание, управление экономикой бюджетного планирования рассмотреть вот эту статью об увеличении затратной части. Хорошо. В этом году пострадавшим из бюджета ничего не будет, да? Давайте я вам пока этот вопрос комментировать не могу. Потому что... Вопрос открытый, да? Да, вопрос открытый. Это не категорично, сейчас вы мне говорите. Это, наверное, есть у нас руководство области, есть управление экономикой бюджетного планирования, который с нациэкономикой, Минфином связывается. Поэтому, если сверху, как говорится, правительство выделит на эти цели, соответственно, у нас же будет с области деления. Я думаю, если будет финансовая поддержка, соответственно, вот эти все предупредительные меры, они будут уже менее, как бы... Мы безопаснее так будем. Все ясно. И последний все-таки вопрос. Все-таки хотелось бы понять, вот что делать людям, которые недовольны оценкой имущества? Давайте. По недовольству оценки имущества я не могу за них комментировать, их не в начальной стадии. И, как бы, но мы с каждым, которым говорили недовольны, приходили, сами встречались, сказали, никто не останется в стороне, никто не будет, как бы... В основном, тут получается вопрос их потребности. Вот эту потребность мы будем отмечать через эти, общественный финансовый институт. То есть фонды, да? Это точно? Ну, конечно. Я сейчас поеду просто к ним обратно. Пожалуйста. Могу сказать им, что то, что их хотелки, грубо говоря, их потребности, вы покроете в фонды. Твердая позиция, никто не останется. Вот этот пробел, который не заложен был в бюджетных деньгах, он восполняется за счет спонсорских меценатов. Ну, хватит ли этих денег? Вот в чем вопрос. Видите, вы... Вот если бы вы знали, какая сумма к вам поступила в район, вы бы сейчас посчитали... Нет, нет, смотрите. Сразу я же говорю, вот эта оценка, вторая оценка. После заключения всех этих процедур мы отправляем в этот фонд. Фонд, непосредственно, если покупает, он продавцу отправляет деньги. Непосредственно дом, если пострадал, и возмещение там, допустим, имущества или того, он направляет именно пострадавшему. Тут все напрямую идет. Понятно. Теперь вопрос по дезинфекции. Как она у вас сейчас проходит? Талые воды, это же не чистоты, не чистые воды. У нас, наверное, есть спец... Извините, договорю, можно? А большинство домов все-таки идут под ремонт. Плесень, грязная вода, которая стояла и протухла, и это все микробы, грибы и так далее. Есть, наверное, у нас СЭС-служба, которые есть официально, то есть определенная сумма, которые они в своих же интересах защиты нашего населения, они проводят эту работу, они начали проводить эту работу. Они не сидят. Поэтому вопросы по сумме и по объему, это уже службы. К ним, опять же, вы тоже не скажете. Откуда я могу с СЭС, это отдельная организация. Напоследок, как и обещали, спросили у Акима про дорогу, ведущую из Державенского стану. Постоянно сыпет. Это здорово областного значения. На сегодняшний день уже определен подрядчик, определен подрядчик, есть сумма. И сейчас они вот подготовительную работу, вы, наверное, уже видели, а именно инертный материал, заготовку они уже провели и проводят. Тут стоит Караганда Жолдары, это вот эта фирма, которая выиграла этот подряд. В том году они, допустим, если выиграли дорогу республиканского значения, тут у них завод, который позволяет их мощность также покрыть и дорогу областного значения, и республиканского. Но вот эта вот дорога, которая сейчас засыпана, вы про нее же говорите? Она вот так засыпана глиной, да? Подрядчик определен. Цена установлена на сегодняшний день. Поэтому эти работы ждут вот это все, что как все есть подсохнут, но идут подготовительные радиационные работы, именно Караганда Жолдары. Скажите, там будет прям асфальт, полотно асфальта? Твердое покрытие, да, проект такой. Потому что люди говорят, вот сколько живут, столько там засыпают вот этой глиной и этой дорогой все время. Ее начинают ремонтировать? Извините, договорю. По проекту, которая была утверждена ранее, она была еще с 2020 года, был недобросовестный подрядчик, с ним расторгли. В том году осенью уже вот этот конкурс разыгрался, зимой уже определился на этот год подрядчик, новый подрядчик, именно твердым покрытием. А тот подрядчик, судя? Да, с ним были судебные тяжбы, но это областной бюджет, это управление у нас получается дорог, автомобильных дорог, транспорта, это у них. По паспортному проекту, когда завершают они строительство этой дороги? По паспортному проекту, проект пока, по регламенту, это более точно и детально ответит управление дорог. Ну, в этом году закончите? Я не могу утверждать, тут, наверное, вопросы финансирования областного бюджета. То есть это может затянуться на несколько лет, вот это строительство этой дороги? Я не говорю затянуться и не говорю категорично, что они не сделают. Сумма, которая определена 3,4 миллиарда, она, допустим, на вот эти 40,5 километров. 3,4 миллиарда, да? Да, поэтому я сейчас, чтобы утверждать их финансовую обеспеченность, я как могу. Ну, есть же, то есть стоят же какие-то сроки, вы же не даете им 3 миллиарда и говорите, как сделаете, как будут деньги, сделаете. У вас же есть сроки, которые нужно исполнить. Есть заказчик управления автодорог, вот они вам четкий регламент и сумму скажут. Я вам могу сказать, что на территории определенный подрядчик, он есть, у него база есть, технически оснащенная есть, есть ресурсы. Он не уже в том году у нас, уже эту дорогу областного значения покрыли. А вы сами часто по этой дороге ездите? Да, часто. Ну вот, когда вы приезжаете, у вас душа не болит за эту дорогу, за жителей. Не то, что душа, она плачет. Вот. Мы ехали, у нас все плакало, мы плакали. Ну ничего, а куда деваться? Ну вот вам не интересно, когда ее закончится? Знаете, как не интересно? Я, наверное, сам первого заинтересованного лица, наверное, совместно с депутатским. Мы обращаемся и в партийный контроль, и в министерство, и в комитет автодорог. Вот это и наше областное руководство все-таки в любом случае сказали, вот эту дорогу мы, а вот по срокам и по деньгам, как говорится, разбивка регламент, я не могу комментировать. Это управление автодорог. Вы что-то на меня ловите? Что-то хотите поймать? Мы хотим понять, когда ее сделают. Люди хотят знать, когда дорогу сделают. Сколько терпеть? Год, два, три? Я еще раз говорю, заказчик управления автодорог. Вот такие ответы на наши вопросы были у Акима района. До сих пор непонятно, сколько же денег собрали для пострадавших фонды по всей стране и где вообще они сейчас. Мы же надеемся, что те, кто сейчас переживает эти сложные дни, получат достойную компенсацию. И если не улучшат свои жилищные условия, то хотя бы восстановят потерянное. Об этом на всю страну пообещал лично президент, между прочим. На сегодня все. Здесь я просто делал то, что умел делать, либо я просто согрел, сказав, что здесь был выбор. У меня была мечта и было не до их х**ных игр. Я всего лишь хотел оплатить тебя.